В Семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Так, в Кустанайской области сегодня ожидается гроза и сильный ветер. В Акмолинской и Североказахстанской областях синоптики вдобавок прогнозируют ливень и град. А в Карагандинской днем порывы ветра могут превышать 30 метров в секунду. Непогода добралась и до юга страны. В Туркестанском, Казлардинском и Жамбылском регионах по данным Казгидроме также будут осадки, гроза и шквальный ветер. Еще 1509 казахстанцев заразились коронавирусом за минувшие сутки. Большинство из них – бессимптомные носители. Самая высокая выявляемость в Итраусской области – 287 новых случаев инфицирования. И в Алматы – 195. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 превысило 42,5 тысячи. Выздоровевших – 13 845. Скончались 188. В Петропавловске из-за резкого увеличения заболеваемости коронавирусом здание терапевтического корпуса областной больницы перепрофилировали в провизорный стационар. Дополнительно создано 200 койко-мест. Но только за первые сутки работы поступило около сотни пациентов. Почти у всех диагностирована двусторонняя пневмония. Врачи и медсестры работают посменно. По официальным данным, в регионе свыше 1200 заразившихся COVID-19. Прием не приостанавливается. Тот режим, который работала областная больница, сохраняется. Единственное теперь приемных покоев в других центрах. Допустим, эндокринологическое отделение, гастроэнтерологическое отделение ушли в кардиологический центр. Гематология, как я сказал, в онкологический. Инсультный центр мы переместили на базу нейрохирургического отделения. Сейчас мы совмещены с нейрохирургией. Поэтому, в общем-то, мы закрыли только реабилитацию. В Павлодаре подросток ради шутки сообщил учительнице о заложенной бомбе в многоэтажке. После чего случился настоящий переполох. А в Туркестанской области за распространение фейка распылений вируса по воздуху задержана 47-летняя женщина. О последних чрезвычайных происшествиях прямо сейчас. Житель Акта утонул в Каспийском море. Инцидент произошел в 66 километрах от города, в районе Голубой бухты. Погибшим оказался мужчина, 1995 года рождения. Из воды его извлекли друзья. Об этом сообщили сотрудники оперативно-спасательного отряда регионального ДЧС. Известно, что мужчины отдыхали в запрещенном для купания месте. Тело было доставлено на спасательную станцию и затем передано экспертам. Подробности происшествия устанавливаются. На востоке страны степные пожары. В этот раз загорелась сухая трава близ любимого места отдыха жителей региона, на берегу озера Дубоголинского. Причина возгорания – неосторожность туристов. Они не погасили за собой костер. Так огонь перекинулся на окрестности, охватил площадь в 45 гектаров. Сначала бороться с ним пытались спасатели Уланского района. 10 человек. Но сильный ветер усложнил ситуацию. Потому на помощь к ним отправились пожарные Усть-Каменогорска. Бригада из 22 человек. Все вместе они справились со стихией только к вечеру. Жертв и пострадавших нет. Павлодаре подросток ради шутки сообщила учительница о заложенной бомбе. Как рассказала женщина, неизвестный позвонил ей на сотовый телефон, заявив, что в одной из квартир по улице Назарбаева заложена бомба. Дама сразу обратилась в полицию. На место происшествия незамедлительно приехали все силы экстренного реагирования. При осмотре дома и квартиры саперами взрывное устройство не обнаружено. Оказалось, ученик решил разыграть свою учительницу. Вместе с матерью подросток был доставлен в полицию для разбирательств. Оперативными службами установлены и задержаны несовершеннолетних 2004 года рождения. Со слов подростка, находясь дома, он ради шутки позвонил своей учительнице и сообщил о том, что якобы заложено взрывное устройство. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пожар произошел из-за оставленного включенного утюга в одной из квартир многоэтажного дома в Петропавловске. Жители заметили черный дым, который валил из квартиры на четвертом этаже. И тут же сообщили пожарным. Спасатели были на месте уже через несколько минут. Из-за оставленного утюга загорелся линолеум. Однако огонь не успел перекинуться на другие квартиры. В Туркестанской области привлекли к ответственности женщину за ложную информацию. Жительница Утражского района рассылала по WhatsApp фейк о том, что в Сарагашском районе будет распространяться вирус. И просила не выпускать детей на улицу. Информация является ложной и не соответствует действительности, сообщили в полиции. Женщину привлекли к административной ответственности. Из-за прекращения финансирования в Караганде закрылись три из четырех научных лабораторий бывшего национального центра профзаболеваний. Они исследовали влияние экологических загрязнений на здоровье людей. Почему сейчас лаборатории перестали существовать, разбиралась наш корреспондент Елана Чаус. В этих коробочках здоровые легкие. Разработка ученых национального центра профзаболеваний несколько лет назад стала сенсацией. Органический препарат успешно очищает легкие от пыли. Его можно применять на любых предприятиях, где имеет место пылевой фактор. Независимо от того, какая там пыль. И это лишь одна из сотен разработок. Национальный центр гигиены, труда и профзаболеваний 60 лет изучает влияние вредных факторов окружающей среды и промышленности на организм человека. Здесь собрано уникальное оборудование, масса научных идей и наработок. О вкладе этого института в развитие отечественной науки говорит хотя бы тот факт, что за последние 60 лет все доктора наук по гигиене и эпидемиологии защищались на базе этих лабораторий. И главными их принципами в работе всегда была доступность, простота, но и высокая эффективность. Последние десятилетия финансирование исследований велось по линии научно-технических программ Министерства здравоохранения. Максимальный срок реализации проектов и грантов – три года. В этом году, по словам ученых, денег не стало сразу по нескольким научным направлениям. Три из четырех лабораторий пришлось закрыть. Остался только лабораторий санитарно-гигиенических исследований, который ведет мониторинг и то не химических факторов, а в основном физических факторов. Наука как таковая почему-то оказалась никому не нужной. В прошлом году научное учреждение перевели в ведение медицинского университета. Объем исследований действительно сократился. Вузам в основном они финансируются лишь в рамках докторских и магистрских работ. Тем временем потребность в исследовании есть, и заказывают некоторые социально ответственные крупные предприятия и даже регионы. Но это не позволяет поддерживать системный академический подход в работе. Международный опыт как делается? Делается таким образом, что университет получает постоянный научный бюджет, который составляет до 30% от общего бюджета университета. И мы бы тогда, соответственно, уже в долгосрочной перспективе проводили бы такого рода исследования. Однако такое финансирование в Казахстане не предусмотрено. А для решения вопроса необходимо внести серьезные поправки в законодательство, считают ученые. Иначе страна может остаться без фундаментальной науки. Но началось Василий Савкин, Хабар-24, Караганда. В США скупили почти весь мировой запас препарата от COVID-19. Лекарство под названием Remdesivir на сегодня единственный медикамент, одобренный Европейским агентством лекарственных средств для лечения коронавирусных больных. Подробнее расскажет Сабина Балашкина в обзоре экономических новостей. По подсчетам американского Минздрава, один курс лечения обойдется максимум в 3200 долларов. Как правило, пациенты не будут платить за сам препарат, поскольку его стоимость входит в медицинскую страховку. США приобрели более 90% мирового запаса препарата, который во время исследований помог части пациента быстро избавиться от коронавирусной инфекции. Производит спасающие таблетки американская компания. Она согласилась продать штатам огромную партию лекарства, которых хватит для лечения полумиллиона человек. Аналитики уже подсчитали приблизительные доходы производителя. До конца этого года он получит около 1 миллиарда долларов. Альтернатива Remdesivir существует, но согласно патенту, только страны с низким и средним уровнем дохода могут выпускать аналоги. При этом им запрещают продавать продукцию развитым странам, к примеру, европейским. Саудовская Аравия резко готова снизить цены нефти, если страны ОПЕК-плюс не сократят добычу. Такой ультиматум со стороны Эрияда прозвучал на фоне того, что некоторые экспортеры черного золота, в том числе Ангола и Нигерия, не выполняют условия сделки. Представители двух государств заявили, что не готовы придерживаться конкретных показателей сокращения нефтедобычи. Отмечу, по итогам мая соглашение выполнено всего на 87%, только на 46% от своей квоты добычу уменьшил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% Габон. Лучше были показатели у Казахстана – это 71%, Анголы и Нигерии – по 74%. Однако Альянс не смог убрать с рынка примерно полтора миллиона баррелей в сутки, поэтому достичь стопроцентного выполнения соглашения пока не удалось. Экономика Великобритании переживает не самые лучшие времена. С января по март ВВП Соединенного Королевства упал на более чем 2%. Для Британии это рекордный показатель за последние 40 лет. Одна из причин в том, что граждане сократили свои расходы. Работа многих предприятий остановилась. Люди остались без зарплат, поэтому даже при большом желании не могли позволить себе крупные траты. По прогнозам английского банка, в этом году экономика Великобритании может упасть на 14%, а это будет худшим показателем за три с лишним века. Ожидается, что средняя зарплата в стране снизится на 2%, а уровень безработицы вырастет до 9% с нынешних 4%. Казахстанки в два раза чаще мужчин открывают депозиты. В рейтинге Всемирного банка, который изучает вовлеченность прекрасной половины в деловую жизнь страны, Казахстан набрал 75 баллов из 100 возможных. На женщин приходится 62% депозитов, а на мужчин – 38%. Согласно статистике, женщины также активнее кредитуются по линии различных государственных программ. В этом деле они опережают противоположный пол на 14%. Они также гораздо больше, чем мужчины берут кредиты. Доля потребительских займов среди них составляет больше 50%. При этом они отличаются дисциплинарностью в погашении займов. Далее в эфире рубрика «Карта цен». Сегодня в обзоре стоимость малины. За тысячу тенге килограмм малины продают в Талдыкургане. В Шенкенте уже 1400. От полутора тысяч тенге начинаются цены в Костанае, Алматы и Уральске. Дороже ягода в Ак-Тубе и Атерал – 2500 за килограмм. Еще выше стоимость в столице – 2800 тенге. И в завершение информации с Казахстанской фондовой биржи. По итогам последних вечерних торгов курс доллара составил 405 тенге 68 тинов, евро – 453,75 рубль 5,76. Это был весь деловой обзор. Всем хорошего дня. Спасибо. Это была Сабина Балашкина. Тикток назвали службой сбора персональных данных, замаскированных под социальную сеть. Об этом пишет Форбс. В вооруженных силах США сервис считают угрозой кибербезопасности. Специалисты изучили приложение и пришли к выводу, у него есть уязвимости, позволяющие обходить систему защиты. Подробнее в обзоре прессы. Упадком американского мира называет происходящее в США автор издания «Атлантик» Том Мактак. Чтобы понять, как остальной мир оценивает этот момент в истории Америки, Мактак побеседовал с высокопоставленными дипломатами, госслужащими, политиками и учеными из пяти европейских стран, в том числе советниками двух самых влиятельных глав государств, а также с бывшим премьер-министром Британии Тони Блэром. Из этих разговоров, которые в основном проходили на условии соблюдения анонимности, чтобы не было никаких сдерживающих моментов, сформировалась следующая картина. «Как сказал мне один влиятельный советник, есть ощущение, что Америка и Запад приближаются к некоему периоду упадка. Это насыщенный момент», — сказал советник. «Мы просто пока не знаем, чем он насыщен», — пишет Мактак и продолжает. Многие его собеседники вспоминали прежние протесты и беспорядки, а также ослабление позиций Америки после Иракской войны 2003 года. Однако стечение последних событий и современных сил делает сегодняшние вызовы особенно опасными. Всех, с кем удалось поговорить Тому Мактагу, объединяет ощущение того, что место США в мире и их престиж подвергаются прямым атакам со стороны так неожиданно сплотившихся внутренних экономических, политических и эпидемиологических сил. Поможет ли БРИКС разрешить конфликт Китая и Индии? Автор издания South China Morning Post Эдуардо Баптиста пишет, «Индия и Китай находятся в стадии самого острого пограничного конфликта за последние несколько десятилетий. 16 июня ожесточенная схватка между китайскими и индийскими военнослужащими в долине Галван, расположенной в спорном регионе Ладакх, привела к гибели не менее 20 индийских солдат. По мнению экспертов, отношения между обеими странами могут пройти точку невозврата, если не будет найдено постоянное решение этого пограничного спора». Группа государств с развивающейся экономикой, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, уже играет определенную роль в конфликте. 23 июня состоялся виртуальный саммит, в котором приняли участие министры иностранных дел России, Индии и Китая. На встрече была достигнута договоренность о том, что главы этих трех государств проведут совещание на полях саммита «Большой двадцатки», запланированного на ноябрь, отмечает South China Morning Post. Что происходит с классической музыкой в США? Она переживает не лучшее время. В последнее время в СМИ ее даже называют «расистской», передает издание «Фигаро». Журналист Пол Мэй пишет, аудитория классической музыки сокращается на протяжении нескольких лет. Ее критикуют за неумение приспособиться к растущему этническому разнообразию страны. Дошло до того, что само ее выживание в долгосрочной перспективе стоит под вопросом. Цифры действительно вызывают тревогу. По данным недавнего исследования, число людей, которые хоть раз за год были на концерте классической музыки, сократилось с 13% в 1982 году до 8,6% в 2017. Кроме того, с 1982 по 2002 год число зрителей моложе 30 лет уменьшилось с 27 до 9%, говорится в статье. Что касается продаж альбомов, хотя за последние два года ситуация немного улучшилась, общий спад не вызывает сомнений. И это при том, что в стране действуют одни из самых знаменитых в мире оркестров – Чикагский симфонический и Лос-Анджелеский филармонический. Специализированная пресса объясняет упадок целым рядом причин. Экономическая модель этого искусства опирается в основном на частные средства. В школах сокращаются учебные программы, растет конкуренция со стороны более популярных среди молодежи жанров. В такой ситуации классическую музыку призывают переосмыслить себя. По словам специалистов, ее считают слишком белой. По данным за 2016 год в оркестрах было менее 2% афроамериканцев и 2,5% латиноамериканцев. Кроме того, исполняемые на концертах произведения являются в подавляющем большинстве случаев работами композиторов европейского происхождения, что в США считается недостаточно инклюзивным. О зловещей цели развлекательного приложения TikTok в материале журнала Forbes. Автор статьи Энрике Данс называет сервис службой сбора персональных данных, замаскированный под социальную сеть. Через три года после запуска TikTok эта платформа для создания и распространения коротких видеороликов стала одной из самых быстро развивающихся. Всего более 2 миллиардов скачиваний, а в США, Великобритании и Испании TikTok обогнал Instagram и YouTube по времени, которое пользователи проводят в приложении. TikTok можно назвать хранилищем загруженного контента, который удобно переделывать, добавляя в него созданные пользователями видеоролики. Генератором вирусных мемов, благодаря которому пользователи чувствуют себя рок-звездами. «Все это просто здорово», — пишет автор. «Но почему же в вооруженных силах США называют этот сервис угрозой кибербезопасности?» Специалисты израильской компании Checkpoint, работающей в этой сфере, изучили приложение и пришли к выводу. У него есть уязвимости, позволяющие обходить системы защиты. А представители компании Apple обнаружили, что в буфере обмена TikTok использовали средства, позволяющие следить за миллионами пользователей. И о событиях в мире. 10 человек погибли в результате мощного шторма на юге Бразилии. На несколько городов штата Санта-Катарина обрушились мощные ливни и ветер, который срывал крыши из домов и повалил деревья. Его скорость, по данным синоптиков, временами достигала 100 км в час. Непогода также установилась в юго-восточных регионах страны. В самом густонаселенном штате Бразилии, Сан-Паулу, ураган перевернул лодки в море и автомобили. В Бруклине обрушилось трехэтажное здание. Один человек получил легкие травмы. На месте работают пожарные и спасатели. Пока не ясно, что могло стать причиной ЧП. Известно, что в здании находился фитнес-зал, владельцы которого не раз штрафовали за аварийное состояние помещения. Из-за пандемии заведение было закрыто уже несколько месяцев. Соседние здания от разрушений не пострадали. Карантинные меры в очередной раз ужесточают власти американского штата Калифорния. Департамент общественного здравоохранения опубликовал предложение о закрытии некоторых заведений. В список попали бары и рестораны в 19 округах штата, где наблюдается высокий рост новых случаев заражения коронавирусом. Распространение этого вируса продолжается особенно быстрыми темпами. Мы видим отдельные части штата, в которых наблюдается значительное увеличение общего числа случаев заболевания. Это вызывает обеспокоенность. Поэтому пока все заведения общественного питания будут закрыты. А вот власти Перу, напротив, ослабляют некоторые ограничительные меры. После трех месяцев карантина местным жителям вновь разрешено выходить на улицу. Возобновили работу крупные супермаркеты, кафе и парикмахерские. Граждан призывают соблюдать все меры безопасности, не забывать про социальную дистанцию, надевать перчатки и маски. Отмечу, что с начала пандемии в стране COVID-19 заразились почти 290 тысяч человек. Не справились с болезнью почти 10 тысяч. Отпуск для многих в этом году спасен. Египет вновь ждет туристов. Возобновлено международное авиасообщение по 29 направлениям. Из них открываются 17 европейских маршрутов, 4 на Ближний Восток и в Африку, 3 в Северную Америку, 1 в Китай. Прибивающих прямыми рейсами туристов власти страны решили освободить от уплаты визового сбора до конца летнего сезона. Однако пока отдохнуть иностранцы смогут лишь в трех провинциях страны. Поскольку в прибрежных регионах случаев заражения коронавирусом гораздо меньше, чем в других частях государства. Для гостей свои двери вновь открыли музеи, археологические объекты. К слову, туризм в Египте играет важную экономическую роль и является одним из основных источников дохода. Только за прошлый год в казну государства от туротрасли поступило почти 13 миллиардов долларов. На сегодня в стране насчитывается почти 70 тысяч заболевших. Летальных исходов более трех тысяч. Мы открыли многие исторические объекты. Пока туристы могут отдохнуть лишь в трех курортных зонах. В Красное море там находится известный курорт Хургада, Южный Синай, в пределах которого находятся Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также провинция Матрух. Больше 300 протестующих задержала полиция в Гонконге. Как заявили в пресс-службе правоохранительных органов, акция была незаконной. На улицы Гонконга вышли тысячи людей, многие далеко не с мирными намерениями. Они поджигали мусор на дороге, мешали движению транспорта и громили витрины магазинов. В итоге полиция разогнала толпу с изоточивым газом, водометами и резиновыми пулями. Информации о пострадавших среди протестующих нет. Отмечу, 23 года назад, в июле, закончился британский протекторат над Гонконгом и город перешел под контроль КНР. Годовщину этого события на этот раз отметили не только церемонией поднятия флагов, но и принятием закона о национальной безопасности. Он предусматривает ответственность за любые проявления сепаратизма, терроризма и сговора с иностранными силами. Наказание вплоть до пожизненного заключения. С этим не согласны местные жители. Особенно их беспокоит пункт, по которому законы Китая будут иметь преимущество над местными в случае их противоречия друг другу. Тысячи людей вышли на акции протеста в городе Газа. Демонстранты выступают против аннексии Израилем с западного берега реки Иордан. Протестующие махали флагами и выкрикивали разные лозунги против оккупации. Это день ярости против оккупации и в отношении всех, кто ее поддерживает. Мы едины и будем сопротивляться до тех пор, пока это не закончится. Напомню, ранее премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что он начнет процесс присоединения западной части реки Иордан уже с начала июля. В рамках сделки Века, плана США по ближневосточному урегулированию. Проект Вашингтона, обнароданный в январе этого года, предусматривает взаимное признание Палестины и Израиля, а также передачу 30% территорий западного берега реки Иордан под израильский контроль, в том числе Иорданской долины, которую Израиль оккупирует с 1967 года. Отмечу, большая часть мирового сообщества во главе с ООН видит в этих планах нарушение норм международного права и предостерегает Израиль от аннексии палестинских территорий. Продолжение следует... Вернемся к событиям в нашей стране. На востоке страны заканчиваются запасы иммуноглобулина. В регионе выдался активный сезон клещей, поэтому основная часть лекарства уже использована. За последние два месяца укусом этого насекомого в области подверглись больше 3200 жителей. Большинство получили необходимые препараты. Тем не менее, в регионе в этом году 15 человек заболели клещевым энцефалитом. Ситуация серьезная, поэтому и иммуноглобулин востребован им больше, чем годом ранее. Сейчас в Усть-Коминогорске необходимый препарат остался только в одной из больниц. И хранится для экстренных случаев. В управлении здравоохранения уже ведут переговоры с фармкомпаниями, чтобы завести новую партию. Нами было уже несколько раз направлено для фармацевтических компаний. Мы ждем ответы от них, когда могут поставить разовый ВОЗ. И в министерство было тоже направлено на разрешение разового ВОЗа. Власти Алматинской области продлили запрет на открытие летних лагерей. На сегодня по всему региону работает только один из них. Да и то принадлежит он детскому дому Айналайн. Сейчас там отдыхают около сотни ребят. В целом в области этим летом должны были открыться свыше 1200 объектов детского отдыха. Но в планы свыше 380 тысяч школьников мешалась пандемия коронавируса. Досугом детей в сложившейся ситуации занимаются организации дополнительного образования. Они проводят тематические мероприятия в режиме онлайн и дистанционно. На юнь охват детей превысил 10 тысяч человек. В Петропавловске из-за резкого увеличения заболеваемости коронавирусом здание терапевтического корпуса областной больницы перепрофилировали в провизорный стационар. Дополнительно создано 200 койко-мест. Но только за первые сутки работы поступило около сотни пациентов. Почти у всех диагностирована двусторонняя пневмония. Врачи и медсестры работают посменно. По официальным данным в регионе свыше 1200 заразившихся COVID-19. Прием не приостанавливается. Тот режим, который работал областная больница, сохраняется. Единственное теперь приемных покоев в других центрах. Допустим, эндокринологическое отделение, гастроэнтерологическое отделение ушли в кардиологический центр. Гематология, как я сказал, в онкологический. Инсультный центр мы переместили на базу нейрохирургического отделения. Сейчас мы совмещены с нейрохирургией. Поэтому, в общем-то, мы закрыли только реабилитацию. Эпидситуация во всех регионах страны остается тревожной. Только за последние сутки больше сотни зараженных коронавирусом выявили в Восточно-Казахстанской области. Власти усилили карантинные меры, ограничив движение общественного транспорта. Однако они оказались неэффективными. На улицах Усть-Каменогорска на этой неделе автобусов стало вдвое меньше. В выходные общественный транспорт и вовсе не ездит. Но такая вынужденная мера властей вызвала обратный эффект. Дело в том, что в будние дни на остановках людей стало скапливаться больше. Транспорт горожане ждут часами. Каждый подъехавший автобус заполняется мгновенно и до предела. Вот с утра еще есть транспорт каждые полчаса, а дальше все, никуда не уехать. Ждем подолгу, а потом и внутрь, если попадешь, жара, толпа, дышать нечем. Сейчас автобусов нет, жду уже полтора часа восьмерку. Но, кажется, так и не дождусь. Одна надежда теперь на 19-й маршрут. На стремительное распространение коронавируса в городе эти меры не повлияли. Возможно, даже ухудшили положение. В итоге свое решение власти изменили, увеличив число автобусов. Первый день у нас на кое-каких остановках были скопления людей. Но после этого мы приняли решение о том, чтобы буквально, если у нас в понедельник вышло 150 автобусов и 60 микроавтобусов, то уже во вторник и в среду мы увеличили по каждому направлению по 20 и по 10 еще маршрутов добавили. Итого, сегодня у нас, например, вышло уже с утра 180 автобусов. Непростая ситуация в Западно-Казахстанской области. За сутки вывели 149 инфицированных коронавирусом. Все лаборатории области перегружены. В Уральске исследования проводят на базе филиала Национального центра экспертизы и областной многопрофильной больницы. Однако спрос на тесты растет с каждым днем. С нагрузкой не справляется и частные лаборатории. Сейчас у нас лаборатория, мощность у них 400 исследований в сутки. В день, в порядке очереди они будут уже сдавать. Они у всех отберут сроки исследования, они затянутся. И поэтому по очередям они сдают. Люди этого не понимают и потом приходят сюда, хотят просто для себя пройти. А здесь мы проводим только для больных и для контактов. Отбирает поликлиническая служба. Здесь риски появления температуры, отдышка, кашель. На сегодняшний день рассматривается вопрос увеличения лаборатории. В Ак-Тубе увеличилось число больных пневмонии. Такой диагноз за сутки поставили 56 пациентам. Для них на базе одного из санаториев подготовили порядка 50 дополнительных койко-мест. При необходимости подпровизорные стационары могут переоборудовать и частные лечебные учреждения. Местные власти подготовили предложение о введении карантинных мер. Объявят о них позже. Лекарства завозятся. Акимат Ак-Тубинской области максимально поддерживает наших предпринимателей, в частности, владельцев оптовых, розничных сетей и аптек. И по растаможке, по заключению договоров с фармкомпаниями поддержку оказываем. И, в принципе, уже постепенно поставки идут. Помимо роста числа заболевших, практически в каждой области остро стоит проблема дефицита медицинских кадров. Врачи и медсестры, всю весну отстоявшие на передовой, массово заражаются или уже заражены. В отдельных регионах планируют привлекать врачей из частных лечебных учреждений, преподавателей и студентов медицинских вузов. Индира Тикжанова, Аналия Сембердина, Роза Сатканова, Наталья Салькова, Хабар-24. В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Так, в Кустанайской области сегодня ожидается гроза и сильный ветер. В Акмулинской и Североказахстанской областях синоптики вдобавок прогнозируют ливень и град. А в Каргандинской днем порывы ветра могут превышать 30 метров в секунду. Непогода добралась и до юга страны. В Туркестанском, Казаргинском и Жамбылском регионах, по данным КАЗ Гидромет, также будут осадки, гроза и шквальный ветер. В Павлодаре подросток ради шутки сообщил учительнице о заложенной бомбе в многоэтажке. После чего случился настоящий переполох. А в Туркестанской области за распространение фейка о распылении вируса по воздуху задержана 47-летняя женщина. О последних чрезвычайных происшествиях прямо сейчас. Житель Акта утонул в Каспийском море. Инцидент произошел в 66 километрах от города, в районе Голубой бухты. Погибшим оказался мужчина, 1995 года рождения. Из воды его извлекли друзья. Об этом сообщили сотрудники оперативно-спасательного отряда регионального ДЧС. Известно, что мужчины отдыхали в запрещенном для купания месте. Тело было доставлено на спасательную станцию и затем передано экспертам. Подробности происшествия устанавливаются. На востоке страны степные пожары. В этот раз загорелась сухая трава близ любимого места отдыха жителей региона. На берегу озера Дубоголинского. Причина возгорания – неосторожность туристов. Они не погасили за собой костер. Так огонь перекинулся на окрестности, охватил площадь в 45 гектаров. Сначала бороться с ним пытались спасатели Уланского района. 10 человек. Но сильный ветер усложнил ситуацию. Потому на помощь к ним отправились пожарные Усть-Каменогорска. Бригада из 22 человек. Все вместе они справились со стихией только к вечеру. Жертв и пострадавших нет. Павлодаре подросток ради шутки сообщила учительница о заложенной бомбе. Как рассказала женщина, неизвестный позвонил ей на сотовый телефон. Заявив, что в одной из квартир по улице Назарбаева заложена бомба. Дама сразу обратилась в полицию. На место происшествия незамедлительно приехали все силы экстренного реагирования. При осмотре дома и квартиры саперами взрывное устройство не обнаружено. Оказалось, ученик решил разыграть свою учительницу. Вместе с матерью подросток был доставлен в полицию для разбирательств. Оперативными службами установлены и задержаны несовершеннолетних 2004 года рождения. Со слов подростка, находясь дома, он ради шутки позвонил своей учительнице и сообщил о том, что якобы заложено взрывное устройство. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Пожар произошел из-за оставленного включенного утюга в одной из квартир многоэтажного дома в Петропавловске. Жители заметили черный дым, который валил из квартиры на четвертом этаже. И тут же сообщили пожарным. Спасатели были на месте уже через несколько минут. Из-за оставленного утюга загорелся линолеум. Однако огонь не успел перекинуться на другие квартиры. В Туркестанской области привлекли к ответственности женщину за ложную информацию. Жительница Утражского района рассылала по WhatsApp фейк о том, что в Сарагашском районе будет распространяться вирус. И просила не выпускать детей на улицу. Информация является ложной и не соответствует действительности, сообщили в полиции. Женщину привлекли к административной ответственности. Из-за прекращения финансирования в Караганде закрылись три из четырех научных лабораторий бывшего национального центра профзаболеваний. Они исследовали влияние экологических загрязнений на здоровье людей. Почему сейчас лаборатории перестали существовать, разбиралась наш корреспондент Юлана Чаус. В этих коробочках здоровые легкие. Разработка ученых национального центра профзаболеваний несколько лет назад стала сенсацией. Органический препарат успешно очищает легкие от пыли. Его можно применять на любых предприятиях, где имеет место пылевой фактор. Независимо от того, какая там пыль. И это лишь одна из сотен разработок. Национальный центр гигиены, труда и профзаболеваний 60 лет изучает влияние вредных факторов окружающей среды и промышленности на организм человека. Здесь собрано уникальное оборудование, масса научных идей и наработок. О вкладе этого института в развитие отечественной науки говорит хотя бы тот факт, что за последние 60 лет все доктора наук по гигиене и эпидемиологии защищались на базе этих лабораторий. И главными их принципами в работе всегда была доступность, простота, но и высокая эффективность. Последние десятилетия финансирование исследований велось по линии научно-технических программ Министерства здравоохранения. Максимальный срок реализации проектов и грантов – три года. В этом году, по словам ученых, денег не стало сразу по нескольким научным направлениям. Три из четырех лабораторий пришлось закрыть. Остался только лабораторий санитарно-гигиенических исследований, который ведет мониторинг и то не химических факторов, а в основном физических факторов. Наука как таковая почему-то оказалась никому не нужной. В прошлом году научное учреждение перевели в ведение медицинского университета. Объем исследований действительно сократился. Вузам в основном они финансируются лишь в рамках докторских и магистрских работ. Тем временем потребность в исследовании есть и заказывают некоторые социально ответственные крупные предприятия и даже регионы. Но это не позволяет поддерживать системный академический подход в работе. Международный опыт как делается? Делается таким образом, что университет получает постоянный научный бюджет, который составляет до 30% от общего бюджета университета. И мы бы тогда, соответственно, уже в долгосрочной перспективе проводили бы такого рода исследования. Однако такое финансирование в Казахстане не предусмотрено. А для решения вопроса необходимо внести серьезные поправки в законодательство, считают ученые. Иначе страна может остаться без фундаментальной науки. Но началось Василий Савкин, Хабар-24, Караганда. В Алматы открылась выставка известного художника Николая Хлудова. Работы мастера описывают быт кочевника в конце 19 века. Об этом в программе «Культ-вояж». В Государственном музее искусств имени Аблхана Костеева в Алматы открылась выставка, приуроченная к 170-летию со дня рождения известного художника, родоначальника профессионального изобразительного искусства Казахстана Николая Хлудова. Экспозиция получила название «Под небом Азии» и включила в себя около 50 картин. Николай Хлудов прибыл в Казахстан в конце 19 века в составе научной экспедиции, а потому точность и документальность красной нитью проходят через каждую из его работ. Он в большей мере, конечно, был художником-ученым, антнографом. Его задача была такова, чтобы отразить жизнь и быт народов Туркестана, который в конце 19 века для европейцев, для России еще являлся терро-инкогнито, то есть такой неизвестной землей. И народы, которые здесь проживали, тоже были загадочны. Хлудов остался здесь уже до конца своей жизни, то есть он полюбил этот край, этих людей. К нему тоже отношение было такое очень хорошее, уважительное. И поэтому он как бы очень гармонично вписался в азиатскую среду, русский художник, и он выполнил свою миссию. То есть он принес некую такую творческую струю, европейскую традицию, воспитал группу художников. Хлудов много путешествовал. Посещал Кульджу, бывал в Кыргызстане и Узбекистане. А также немалое значение уделял педагогической деятельности. По его инициативе в начале 20 века в городе Верном была открыта одна из первых художественных студий, в которой в разное время Хлудов обучал Семёна Чуйкова, Александра Бортникова и Абылхана Костеева. Радость – это главный источник вдохновения, считает яркий представитель казахстанской живописи Адельга Ибаяндин. В период карантина художник работает в мастерской, делает эскизы, наброски. Радуясь окружающему миру, прослушанной песней или кюю, художник с удовольствием продолжает творческие поиски. На его последних картинах можно увидеть образы Шамши Колдаякова и Жумикена Нажимеденова. Сейчас многие художники работают в своих мастерских, и для нас ничего особо не изменилось. Мы всегда старались изолироваться от общества, больших компаний. Вместо этого предпочитаем совершенствовать свои картины в мастерской в спокойной обстановке. Я не замечаю, как проходит время в мастерской. После себя хотим оставить достойные произведения. Стараемся успеть, не тратя драгоценное время зря. В период карантина художник с особым интересом пишет на тюрморты. Он решил запечатлеть празднование Наурыза в кругу большой семьи. Этих радостных моментов не хватало в этом году, говорит Адельга Ибаяндин. Среди последних работ живописца и картины, посвященной его ученикам, он с удовольствием создает образы студентов, юных художников. В этом году мы не смогли отпраздновать Наурыз. Хочу написать триптих, посвященный этой теме. Как наши предки праздновали Наурыз в юртах, пили кумыс, невестки готовились, а бабушки им советовали. Затем приходили гости и так целый день. Пока готова одна часть, сейчас обдумываю композицию посередине. В период карантина, возможно, соскучился по природе, поэтому написал несколько картин с самоварами. Всё-таки чай из самовара особенный, насыщенный. В Алматы состоялся онлайн-концерт группы саксофонов «Сакс Коррес» под руководством заслуженного деятеля Республики Казахстан Игоря Шубина и ритм секции Государственного духового оркестра. В прямом эфире артисты исполнили ряд знаменитых и зажигательных композиций. В качестве солиста выступил певец, музыкант, лауреат международных конкурсов Игорь Благодарный. Сотрудничаю я с этой группой не так давно. Меня пригласили вот на этот концерт, Игорь Юрьевич меня пригласил спеть песни на этот концерт, выступить вместе с ними. Как объявили карантин, я ни одного дня не сидел дома без дела, то есть я сразу начал готовить первый концерт, потому что каждый концерт требует очень тщательной подготовки. И я всё это время готовился, то есть у меня не было паузы буквально там 2-3 дня. Ну, может, я мог себе дать позволить отдохнуть и опять же отдохнуть какие-то дела. Остальное всё было подготовкой к следующим концертам. Карантин и самоизоляция, как отмечают артисты, на удивление благотворно отразились на их творчестве. Игорь Благодарный провёл три сольных онлайн-концерта и уже в процессе подготовки следующего. Музыканты под руководством Игоря Шубина также готовят новую программу, где прозвучат произведения Батырхана Шукенова. Музыканты под руководством Игоря Шубина Игорь Шубина Музыканты под руководством Игоря Шубина Музыканты под руководством Игоря Шубина Игорь Шубина Игорь Шубина Игорь Шубина В окрестностях швейцарского Люцерна прошли абаевские чтения. Мероприятие, организованное посольством нашей страны в Швейцарии, приурочено к 175-летнему юбилею великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Встреча на открытом воздухе прошла с участием представителей казахской диаспоры и поклонников творчества Абая. Стихи великого Абая льются в живописных окрестностях швейцарского города Люцерн у старинного замка Меген. Абаяевские чтения проходят в окружении Альп на фоне знаменитого Люцернского озера. Своебразный челлендж по чтению стихов Абая открыл магистрант программы Булашак Алишер Турсон со стихотворения «Пайда, ойлама, а ройла» на казахском языке. Адриан Деляфонтен продолжил эстафету про чтение произведения Абая «Лето» на французском языке, а Мехмед Гундаган из Цюриха прочитал «Асимпас, болма, арнеге» на немецком языке. Завершились чтения всеобщим исполнением бессмертного произведения Абая Кузим Нанхараса. Значение таких мероприятий очень важно для популяризации творчества Великого Абая для европейцев и швейцарцев. Перевод его произведений на немецкий, французский и итальянский языки позволяет еще больше приобщить европейцев к казахской культуре и истории, к духовному наследию нашего народа. В будущем мы планируем проводить такие встречи не только в посольстве, но и вместе с недавно созданным объединением соотечественников Берлег и Казахским альянсом. Руководитель кафедры антропологии и социальных наук Тюрихского университета профессор Петр Финке выучил язык Абая и хорошо знаком с его творчеством. Важное значение его наследия в мудрости, которую он передает нам через века, отметил швейцарский ученый. Как для немцев важно значение творчества Гёта, так и для казахов это наследие Абая. Я посещал знаменитый аул Абая, когда по приглашению казахстанской стороны преподавал в университете города Семея. Я желаю вам хорошо отметить 175-летний юбилей великого Абая с участием поклонников его творчества со всего мира. Если будет возможность, поеду и я. По сравнению с французскими поэтами, которые больше романтичные, Абай показывает нам и реализм. Это очень важная сторона его творчества, открывающая нам маленькое окошко в традиционную жизнь кочевников. Представление о том, как люди жили тогда. Сегодня мы пытаемся интерпретировать его творчество и празднуем юбилей великого поэта. Это отличная возможность почувствовать то же, что и он. Абайские чтения, посвященные памяти великого казахского поэта, несмотря на пандемию, прошли в пригороде швейцарского города Люцерн в теплой и дружеской атмосфере и оставили незабываемые впечатления у гостей и участников этого фестиваля. Жанна Атерн и Жамар Тахметов, Хабар 24, Люцерн, Швейцария. Это все, о чем мы успели рассказать. С вами была Гульнара Жандагулова. До свидания.